Продолжение следует... 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 И предполагалось, и это даже достаточно было четко сформулировано, что наидиши нужно писать как бы народным языком. Нужно писать так, как говорит простой еврей. А если простой еврей уже перестает говорить наидиши, или наидиши говорит не простой еврей, и говорит он не наидиши, а по-русски, то и не надо писать наидиши. Идиш, собственно, язык с довольно ограниченным ресурсом. Вокруг этого были жаркие дебаты еще в конце 1880-х годов, когда Шолм-Алефим затеял свой проект еврейской народной библиотеки, что это народный язык, язык для народа. И, в общем, может быть, даже этот язык имеет какое-то такое временное применение, потому что когда народ уже выучит какой-то нормальный язык, то и не нужно будет на этом языке писать. У Гергельсона идиш является совершенно эстетическим инструментом. То есть для него идиш – это прежде всего язык его собственного творчества. И, в первую очередь, это язык, на котором он пытается передать то, прежде всего, психологию различных персонажей, для чего считалось всеми, что идиш как бы не приспособлен. Идиш хорош для рассказа, для нравоучения, идиш хорош для интересных историй. Но, в общем, какой-то такой тонкой и сложной психологии на идише как бы не подразумевается. Поэтому, когда Гергельсона начал писать, он, в общем-то, литературу на идише даже как бы и не читал, и не знал. Прежде всего, он читал европейскую литературу, русскую. Мы потом посмотрим, какие там есть интересные отсылки к русской литературе. Какие-то, может, я и не улавливаю. Но, писал он также на иврите, пытался писать по-русски. И первое свое произведение ему приходилось издавать за свой счет. Ну, как, если вы читали мое послесловие, там, например, написано, обозначена его биография. У него было достаточно богатое семейство, но он был последним, поздним очень ребенком. Поэтому родители его умерли рано, а воспитывали его, вернее, его опекунами. Были его братья, которые жили в Варшаве, были достаточно обеспеченными. И они хотели, чтобы он получил какое-то приличное образование, стал то ли коммерсантом, то ли дантистом. И как бы заработал на себе на жизни. Для этого они его отправили в Киев. И Киев тут, конечно, очень важное место в этом романе. Мы к этому перейдем. Но давайте я начну тогда, сейчас уже с текста, а то мы и так много чего не успеем. Ну, вот начало. Да, это вот фотография Бергельсона времен его молодости. Это он, по-видимому, может быть, в Берлине. Это он точно в Берлине со своим сыном Львом, который родился в 2018 году. И умер совсем недавно, он был химик. Вы видите, что он такой, в общем, вполне себе прилично одетый, такой буржуазного вида господин. Вот это его фотография, видимо, того времени, когда примерно он писал, или даже раньше, когда он писал этот самый свой роман. Начало его литературной деятельности. А здесь у нас Бергельсон, вот он Бергельсон, с Изи Хариком, с Маркишем, с Михоэлсом, с Литваковым. Написано, что это 1937 год. Вряд ли это 1937 год, потому что к ноябрю уже Литвакова арестовали. Год это, наверное, что-то 1935. И вы видите, здесь, скажем так, самые сливки советско-еврейской литературы в кулуарах какого-то, видимо, коллективного мероприятия, какого-то съезда или совещания советских еврейских писателей. Они как-то все улыбаются, шутят. Но все мы знаем, чем это кончилось. Не буду об этом распространяться. Итак, начало романа. Обычно роман начинается с какой-то завязки, может быть, с какого-то введения. Нам показывают персонажей. Потом эти персонажи начинают, вступают в какие-то отношения. И кончается дело свадьбы или, наоборот, какой-то там трагедией. Здесь же у нас начало совершенно противоположное. Целых четыре года были они женихом и невестой. И закончилось дело так. Она, мир или единственная дочка Гидалии Гуровица, в конце концов, отослала жениху, но им, ну это условие, контракт брачный, обратно и стала по-прежнему встречаться с хромым студентом Липкисом. Отец жениха, черномазый, высокий, вышедший в люди простак, новоиспеченный и богач, на 48-м году жизни, начавший ходить по будням в соседнюю синагогу на Минху и Марев, был тогда же очень богат, молчалив и благообразен. Он постоянно расхаживал по своей комнате, с папиросой в зубах, раздумывая о своих трех имениях и о том, что, пожалуй, достойнее всего будет совсем не упоминать о разговоре днуем и не произносить имени отца бывшей невесты. Ну, довольно странное начало, мне кажется. По крайней мере, как-то оно сразу все запутывает, потому что начинается оно с того, что, в общем, брак расстроился, 4 года это дело тянулось, что, в общем, тоже не как-то странно. И мы, собственно, узнаем о Миреле косвенным образом. И вообще первая часть, она называется, кажется, Вова, Вова Вэлвел Бурнос, вот этот вот ее несостоявшийся жених. То есть, здесь мы вообще говоря не очень понимаем даже и кто у нас рассказывает. То есть, есть какой-то рассказчик, есть какой-то персонаж, как бы традиционный такой вот рассказчик, рассказывающий в третьем лице. В какое-то, предполагается, видимо, знание у читателей, что, ну, вот это вот Гедалий Гурвиц, мы, наверное, знаем, кто такой Гедалий Гурвиц, и мы знаем, что 4 года это тянулось, и студент Липкис тут появляется, мы тоже, наверное, знаем. Дальше нам даются какие-то пояснения о семье этого, собственно, отверженного жениха. То есть, вся первая часть вообще рассказывает о женихе после того, как его уже отвергли. То есть, явно, что там браку уже как бы быть и не должно, собственно. Почему мы должны все про него знать, нам непонятно. Но мы узнаем какие-то интересные подробности, тоже довольно фрагментарные и довольно случайные. Однако, вот из этих случайных подробностей, и это вообще манера Бергенсона, складывается образ. То есть, на самом деле, он сам по себе не складывается, и здесь, в отличие от народной литературы, где все объясняется читателю, объясняется, что происходит, объясняется, как это надо понимать, все раскладывается по полточкам, здесь, на самом деле, работа как бы за читателем. То есть, читатель должен понимать вот из этих вот намеков, из этих подробностей, он должен понимать, что там, собственно, происходит, и должен сам за, в каком-то смысле, за автора делать вот эту вот работу. Ну, какие тут важные подробности? Вышедший в люди простак, новоиспеченный богач, на 48-м году жизни, начавший ходить по будням в соседнюю синагогу. То есть, он как-то изменил свою жизнь, когда он разбогател, и одним из его новых привычек стало ежедневное посещение соседней синагоги. По-видимому, в синагоги ходили достаточно богатые люди, то есть, ему по статусу было положено ходить в эту синагогу. И все время он думал о своих имениях, безусловно, о том, как бы приумножить свое богатство. Что такое имение? Речь здесь идет о том, в основном, вот эта вот среда, в которой происходит действие, социальная среда, это богатые провинциальные арендаторы. То есть, дело происходит на Волыне, и там было несколько всего, скажем так, отраслей, не знаю, как это сказать, бизнеса, в которых евреи могли преуспеть. Прежде всего, это зерно. То есть, они брали в аренду поместья, либо они скупали весной весь урожай, в надежде, что урожай будет хороший, то есть, они платили деньги помещикам, а потом получали весь урожай. Своё пользование сахарные заводы, которые там построены были в 19 веке, когда придумали новую технологию производства сахара и сахарной сверклы, винокуренные всякие предприятия и скот. Вот, как мы потом постепенно из этого романа узнаем, все они так или иначе вовлечены в такой рода бизнес. А Гидалия Горвиц, как можно понять постепенно, довольно неудачливый коммерсант, и в основном он пытается давать деньги в долг польским помещикам, а польские помещики, которые по-прежнему ещё владеют значительной частью земли, на Волынин, ну, собственно, вот такая старая территория, которая принадлежала Польше с конца 16 века. Но они, в общем-то, беднеют, и после отметок непростного права, особенно, такое вот поместное землевладение постепенно хереет. Поэтому понятно, что при такой старой своей концепции, скажем так, бизнеса, далеко он не уйдёт. И дела у него идут, как мы знаем, плохо, но при этом он происходит из аристократической семьи. Она, милая, это в каком-то момент упоминает, что предки их приехали из Германии. И поэтому для новоиспечённого богача очень важно породниться вот с этой вот семьёй, тем более, что он в состоянии, как бы сказать, купить вот эту вот невесту. Хотя невесте уже и много лет, и, в общем, цена её от этого падает. Но с точки зрения новоиспечённого богача, это, в общем, достаточно выгодная транзакция. И дальше он думает, собственно, спокоит его то, что вот произошёл этот разрыв, и поэтому лучше пока об этом молчать. Тем более, что, как мы знаем, деньги, они свой, так сказать, депозит, они пока ещё у польского помещика не забрали. Поэтому возможно, что тот ещё из этого выйдет. И вот на этой вот такой слабой надежде держится пока сюжет первой части. То есть вот из этого уже вступления примерно читатель того времени понимает ситуацию, понимает, в чём, собственно, интрига, в чём, собственно, проблема, которая, видимо, будет как-то в этом романе описываться. Причём проблема, может быть, не очень типичная, но тем не менее такие вещи случались. Мы понимаем, что очень важную роль здесь будут играть их социальные какие-то имущественные отношения, которые будут выражаться с помощью всяких тонких намёков и деталей. Итак, дальше мы уже узнаём о этом самом сыне, об этом Вове или Велбол Бурнес. Дом он проводил почти всё время с отцом в маленьком кабинетике, где было вечно накурено. Курили тогда евреи очень много. Толковало о разных торговых делах, раздумывало о приданном. Его 6 тысяч рублей до 3 тысячи мирные всё ещё лежали у старого графа в Кашпировке. Вот этот старый польский граф в Кашпировке традиционно воспринимался как, скажем так, оплот порядка. Ему доверялись деньги, с ним вели дела, и считалось, что польский граф человек надёжный и своему слову верный. И боязно было ему, что отец вдруг скажет, кстати, те 6 тысяч, что лежат там у графа, что будет с 6 тысячами, что лежат у старого графа в Кашпировке. Вот это вот 6 тысяч, как бы нам важно запомнить, потому что, конечно, деньги это большие по тем временам, не то, что сейчас. Но это некий гвоздь, на котором, наверное, довольно много в первой части романа. У отца его бывшей невесты, Редгида Лигуровица, этого бестолкового аристократа, учёного-книжника, вечно занятого мыслями о разных торговых спекуляциях, уже тогда дела были сильно запутаны, и местные его кредиторы каждый день, стоя кучкой на базарной площади, подсчитывали за глаза его капиталы. Вот, я хотел просто тут обратить внимание на то, каким образом, собственно, рассказ ведётся. То есть, он перескакивает с одной детали на другую. Интересна концовка, и концовка довольно частая в абзаце, когда вдруг от главной темы переходит на какое-то постороннее её освещение. То есть, вот, пока мы слышим впрямую о том, что у отца Редгида Лигуровица были, дела были сильно запутаны, и тут же нам говорят, что его кредиторы, стоя на базарной площади, подсчитывали за глаза его капиталы. То есть, как бы переходит вот этот вот, я не знаю, как это лучше сказать по-русски, есть такое удобное понятие, как бы, центр сознания, центр of consciousness, по-английски. Вот этот вот центр переходит от самой темы рассказа куда-то в сторону, и мы видим вдруг то же самое, ту же картину, то же действие, но со стороны. Что ещё здесь интересно, и это тоже особенность стиля Бергельсона, это то, что мы, в общем-то, не очень понимаем, откуда мы смотрим на всё это. Потому что, с одной стороны, вроде бы со стороны, и вот мы понимаем, что это разговор идёт, мы видим эту комнату, мы видим разговор сына с отцом, мы слышим их слова, отец вдруг скажет, то есть, отец этого не говорит, да, потому что бой за нему, что отец вдруг скажет, то есть, вдруг какая-то область предположений. А дальше мы не очень понимаем, у отца его бывшей невесты это думает он, или это, как бы, нам говорит рассказчик. То есть, у нас размыто здесь, и это очень типичный приём Бергельсона, когда он размывает вот эту точку зрения. То ли это действительно вот этот самый рассказчик, который на всё смотрит, объективно и со стороны, то ли вдруг он проникает в сознание одного из персонажей, и начинает говорить, как бы, его мыслями. А потом вдруг сдвигается, и оказывается, вот эти кредиторы, мы уже знаем, что они каждый день подсчитывают за глаза его капиталы. То есть, сознательная такая размытость фокуса, которая тоже, конечно, рассчитана на читателя, знакомого с современной литературой того времени. И дальше мы, собственно, через сознание этого Вовы, сознательно сделанного, как человека такого, очень ограниченного, доброго, но как бы глупого. И, в общем, то, что он глупый, это мир нам в какой-то момент и сообщает. То есть, очень интересный приём, когда вся первая часть, достаточно подробная, показывает нам главную героиню через взгляд, через сознание её отвергнутого жениха. И понятно, что, в общем, скорее всего, она его отвергла, потому что он ей совсем не нравился своей такой провинциальной, примитивной глупостью. Своей какой-то... Ну, вот это вот, весь этот комплекс новоиспечённого богача. Хотел произвести впечатление, как мы увидим. И вот, собственно, Вова, да, вот он знал, что Мирель способна была на прогулке подойти к хромым студентам, к сестре, без всякого стеснения, к его сестре имеется в виду, к сестре Вовы, спросить о нём, о бывшем женихе. Ну, как же там Вова поживает? Почему нигде не видать в городе Вова? То есть, мы узнаём нечто о характере Миреля, о её таком любви, как скажем так, к провокации, нарушению каких-то конвенций, потому что, конечно, то, что она делает, это против всяких приличий в местечке, потому что, во-первых, она гуляет с этим хромым студентом, о котором мы пока что ничего не знаем, и может без всякого стеснения спросить о своём бывшем женихе, почему она его не видит. А Вова, тем не менее, тем временем озабочен своими делами. Возвращаясь домой, он долго не мог успокоиться и думал, вот уже хлеба на полях поднялись и начинают зеленеть. Опять мы как-то проникаем в его мысли. Совсем недурно стоят нынче хлеба, и заработать можно будет на них в этом году очень хорошо. Интересно, что вот это вот, вот уже хлеба поднялись и начинают зеленеть, в кавычках, дальше. Это как бы тоже его мысли, но это уже его мысли, в каком-то смысле, за пределами его сознания. Это уже и рассказчик, и он, как бы говорят в один голос. Зимой, когда на земле будет лежать утоптанный снег, и тихо, полной чашей будет стоять, отдыхая от работ его занесённый снегом хутор, он купит себе критые лаком санки и шубу со сложной воротником, и будет при въезде в город каждый раз встречать мирля, отправляющаяся куда-нибудь в гости в обществе храмового студента. Вот это его мечты. Зима и вообще природа, и смена времён года для Мердельсона очень важны. Это то, что называется объективный коррелатив, то есть то, каким образом внешние обстоятельства и какие-то внешние предметы передают настроение, передают идеи. Здесь речь идёт не только о настроении, о определённых идеях автора. И поэтому, конечно, зима, сейчас у нас, скажем так, начало лета, самая жаркая пора, когда, в общем-то, решается, сколько он сможет заработать на весь год. А потом он мечтает о зиме, когда всё будет идти спокойно, он купит себе критые лаком санки и шубу со сложной воротником. То есть он будет себя, он воображает себя таким барином. Живёт он на хуторе, что как бы тоже не в местечке, не самое такое еврейское поселение. И, естественно, при определённом богатстве, богатство у него совсем небольшое пока ещё, но он уже пытается освоить стиль жизни такого мелкого помещика. И вот как бы глядя из этих санок, в этой шубе, он будет смотреть на Мирли, и как-то это всё ему будет приятно. Вот он в санках, вот он в шубе, а она вот куда-то идёт в гости. В общем, какой-то в этом есть уют, какая-то стабильность. Но и при этом есть, конечно, какая-то определённого рода тоска. Если у кого-то есть какие-то замечания по поводу этих фрагментов, то, пожалуйста, мне бы хотелось, чтобы у нас была всё-таки какая-то, был какой-то разговор, хотя он такой довольно односторонний может получиться. Но всем всё как бы видно, понятно, да? Да, хорошо. Так, дальше. Вот мы уже получили некое представление об этом образе жизни. Да, образ жизни достаточно зажиточного, достаточно такого благополучного, местечкового еврейства, которые жили таким образом уже много-много лет. Но что-то там меняется. Молодёжь себя ведёт как бы немножечко по-другому. Есть какие-то люди, причём, интересным образом, это именно девушка, которые нарушают устоявшиеся правила, устоявшиеся конвенции. И в этом есть даже какой-то шарм, в этом есть какое-то оживление они создают. Вот, опять же, одно из многих мест, и дальше у меня их довольно много, тут я их собрал, которые очень как-то типичны для Бергельсона, для его стиля. Вечерние огоньки уже глядели задумчиво из разных уголков городка на проезжающую на улице Бричку. Они напоминали, что за всё это долгое время он не был здесь ни разу, усиливали тоску по ней, по бывшей невесте. Ещё милее становилось воспоминание её давно не виденное печальное лицо. Но опять это всё переживание этого бедного Вовы. Но интересно, что здесь у нас, что является объектом, что является, скажем так, существительным в этих предложениях. Это огоньки, которые задумчиво глядят и напоминают, и усиливают тоску по ней. И от этих огоньков, от вот этого их, скажем так, воздействия, у него в воспоминаниях, в его сознании возникает лицо. То есть, как бы, эти огоньки проникают в его сознание и освещают вот это вот лицо, которое, может быть, там как-то оно стало более тусклым от времени. И перейзаж тут вмешивается и очень сильно, как бы, влияет и, в общем, даже, как бы, формирует сознание героев. Это очень типичный бергальсоновский приём, когда перейзаж, особенно городской перейзаж или перейзаж-местечко, становится активно действующей силой. Он вошёл в зал, спросил у сестры об уехавших родителей, подошёл к студенту-репетитору, протянул ему руку и любезно спросил, что поделаете, как живёте. Конечно, вот богатая семья, особенно, которая живёт за городом или даже в местечке, нанимает репетиторов, нанимает учителей для своих дочерей. Ну, собственно, история шла Малехин. Так началась. И, как правило, это студент, как правило, он более образован, чем всё семейство. И, конечно, тут, естественно, развиваются какие-то отношения между ученицей и учителем. Да, продолжаю. Но тот был так поглощён своими рассуждениями, что ничего ему не ответил и продолжал кричать хромому Липкису. Ну, о любовь. Ну, о каждой мысли, которая переходит в ощущения. В оригинале Бергельсон, мне кажется, он даже где-то это сам сказал, что, в принципе, персонажи романа говорят то на языке, что по-русски. И иногда он вставляет русские слова, особенно он любит такие сложные слова, в которых много разных шипящих. И вот этого слова ощущения у него как раз передано на транскрипции. Оно там у него в оригинале, кажется, по-русски. Может быть, не в этом случае, а в другом. Но, конечно, небольшой юмор в том, что букву «Щ» произнести, как вы понимаете, довольно сложно человеку, который, который русский язык не родной, поэтому там как бы обыгрывается вот это вот ошушение. Вообще, у него пристальное внимание к шипящим. Замечательная есть фраза, что он говорил, как дантист произносил сэ вместо шэ, что является, конечно, особенностью литовского диалекта, белорусского, да, запас деголошен. Они не могут как бы отличить шэ от сэ, и это является очень интересным таким сразу маркером. Но мысль переходит в ощущения, это, конечно, довольно модерновая идея, и это, в общем-то, идея, которая стоит и за стилем Бергельсона. То есть, он передает некие ощущения, и эти ощущения оказываются как бы отражениями мысли. То есть, наша задача как читателя, и в этом сложность чтения Бергельсона, это произвести обратное действие. То есть, перевести эти ощущения обратно в мысли, понять, какие, собственно, мысли стоят за теми ощущениями, которые нам автор в большом количестве передает с помощью своего романа. Вот как бы вот этот вот абзац наверху, который я только что прочитал, когда из этих огоньков вдруг возникает в воспоминании печальное лицо, это примерно вот такой вот процесс. Бергельсона это очень интересовало, каким образом наши ощущения связаны с нашими мыслями. Дальше интересный социальный момент. Он принялся усиленно поглядывать на молодого гоя, сельского учителя, ежедневно навещавшего перезрелых поповин. Однажды он пригласил его к себе и начал тайком брать у него уроки. Однажды он даже сказал этому парню, головоломная штука эти дроби, очень-очень головоломная штука. А парень взял да и раструбил эти слова по свету, подсмеиваясь над ним. С тех пор поповны фыркали каждый раз, когда он проходил на моих крыльцах. А в городе Мелли остановила однажды его сестра и ядовито спросила ее, что же он собирается в университет, ваш Вова. Жил он тоже как бы не по-еврейски на хуторе рядом с попом. И опять же подражая стилю жизни помещика, он пригласил себе даже гойского учителя, то есть какая-то у него такая связь возникает с этой поповской семьей и понимает, что ему, поскольку он совсем видимо был не образован, то есть дальше Хедера наверное он как-то и не учился, тем более что семья была бедная когда он был маленький, и он понимает, что ему даже для его бизнеса нужно как-то освоить какую-то математику, конечно об этом сразу все узнают, и вот уже он оказывается в таком каком-то полусмешном положении, что вот есть студенты, есть уже молодежь, которая приезжает в местечко из больших городов, молодые люди, которые кончили гимназии и учатся в каких-то училищах коммерческих или в медицинских, некоторые даже художественных, это дальше уже в следующем романе не оконченном Бергюсона такие персонажи появляются, а с другой стороны есть старая традиционная еврейская молодежь и в общем из всего это создается впечатление, что жизнь была достаточно устойчивая, благополучная в принципе если человек был активный, соображал как-то, то он вполне мог успешно вести дела, конечно если он был не как Гидалия Гурвиц, такой аристократ, который в общем не в состоянии приспособиться к современному миру и вот конец этой части собственно конец и он понятно почему конец всего этого разговора о Вове собственно его поступок последний полностью его как бы сказать исключает морально он его как бы абсолютно уничтожает еще сонный помчался он своей в личке в кашпировку застал старого графа одиноко бродящим по двору где стояла уже уложенная мебель и без всякого труда получил деньги по всем векселям выданным на имя Гидалия Гурвиц старый граф полагал что Гидалия Гурвиц сам прислал его с векселями и просил передать Гидалию следующее 6 тысяч рублей он уплачивает ему теперь а что касается остальных трех то у него теперь их нет он пришлет Гидалии деньги за границу и тут Вова понял что 3 тысячи отца Амерли пропали понял что он совершает подлость но все же кивнул в знак согласия хорошо хорошо я передам то есть происходит в чистом виде обман он забирает последние деньги у этого графа граф понятное дело разорился уезжает за границу и уже никакого слуха о нем не будет и он тем самым лишает Гидалию когда там сразу после этого приезжает посланец от Гидалии уже денег никаких он не получает и это еще один удар еще дополнительная какой-то провал на пути к полному банкротству Гидалии Гурвица которая дальше и состоится и это конец части про Вову Гурнаса то есть в общем дальше уже нам о нем пожалуй уже знать ничего и не надо и вот из таких вот деталей из каких-то мелких подробностей выстраивается его даже непонятно отомстил ли он потому что он прежде всего он думает о своих деньгах и в общем-то ему даже неудобно тут опять же Бергельсон нам никогда не дает четкого однозначного ответа в отличие от писателя ориентированно скажем так на более простую публику Бергельсон всегда оставляет место для интерпретации разной интерпретации он показывает что у человека есть много мотивов и Вова по-прежнему любит мир если она готова так сказать к нему вернуться то он будет счастлив в отличие от его семьи но тут вот он как-то так видит вот надо деньги спасать он приезжает тот ему говорит ну вот у нас да мы наверное так сказать согласовали это все съедали ну да да может быть он даже как-то молчит то есть он оказывается в ситуации где просто он себя ведет непорядочно но в этом нету мне кажется такого специального злого умысла это как раз определенная черта его характера какая-то такая несформированность невыраженность он только не образованный но он как-то и в моральном смысле тоже какой-то незрелый и в общем полностью видимо во власти своего семейства но интересно как длинная довольно первая часть хотя не такая длинная как другие они она как бы является таким длинным-длинным растянутым вступлением то есть мы понимаем ситуацию мы примерно представляем себе Мерли хотя мы еще не видим ее как бы изнутри а для этого нам нужно перейти ко второй части читал кто-нибудь советский перевод под названием Мерли который вот издавался несколько раз он издавался в последний раз по-моему в 59-м году кажется когда выходил сборник Бергельсона вот он собственно вся книга называется Мерли что мне кажется неправильно потому что ну потому что это название одной части и здесь у нас начинается да но мне кажется что перевод который мы издали он лучше и по крайней мере он ближе к оригиналу скажем так в 21-м году это всего лишь в 7 лет 8 лет после того как книга вышла на идише и я думаю что Софья Дубнова примерно представляла себе то есть непримерно очень хорошо себя представляла именно эту среду и то как эти люди говорили на самом деле по-русски во многом то есть говорили они конечно и на идише и по-русски между собой молодежь скорее всего говорила по-русски и для Бердюсона была важна эта остраненность а Дубнова с помощью самого автора сумела как бы вернуть это вот в тот самый русский язык которым они говорили поэтому этот роман в каком-то смысле по-русски он тоже является своего рода оригиналом ну вот начало второй части здесь замечательная ирония конечно Бердюсона видна в принципе религий не так много в этом романе моменты просто вот когда он буквально какой-то поворот фразы или какая-то аллюзия очень хорошо обыгрывает ситуацию целую ночь шушукался о чем-то это начало этой самой части о чем-то рыбгидали с племянником большим докой в делах кассиром и ближайшим другом своим так шушукаясь просидели они в отдельной комнате целую ночь и не заметили как подошли третьи петухи а потом открыв ставню видали в северо-восточном углу небо ленивый и печально занимался мутный рассвет осеннего дня подвигался вперед медленно-медленно и гнал перед собой последние мгновения бледные запоздавшие ночи все кругом уже было сиро коровы в сонных дворах уже мычали тоскуя по запертым в левах телятам и по влажной траве полей уже в третий раз во всех углах города и соседней телевушке просыпались петухи их голоса звучали то вблизи то вдали друг у друга перехватывали они первое протяжное благословение днюку калеку замечательный объективный коррелатив описания природы передающая настроение и состояние персонажей вот этот мутный рассвет осеннего дня какая-то такая тоска ночь не хочет уходить коровы мычат но вот мне интересно кого-нибудь есть мысли по поводу выделенной вот этой части шу-шу просидели они в отдельной комнате целую ночь не заметили как подошли третьи петухи на что это может быть аллюзия какая-нибудь классическая классический еврейский текст в котором вот такая ситуация описана есть кого-нибудь какая-нибудь идея по этому поводу но пока ничего не видно да не слышно ладно помнит ли кто-нибудь пасхальную году когда в пасхальной годе рассказывается о карцеробе лезере о том как они рассказывали об исходе из Египта и не заметили как наступило утро и как пришли ученики и сказали что пора читать утреннюю молитву то есть вот это вот буквально цитата просидели целую ночь не заметили как подошли третьи петухи но здесь они конечно заняты не каким-то богоугодным делом не рассказом об исходе из Египта а заняты они обсуждением его дел и каким образом эти дела можно поправить и уже из того что происходит в природе я думаю мы видим как на самом деле выглядит все это безнадежно потому что ясно как-то уже что при таком тоскливом дне никакого положительного выхода никакого решения из этой ситуации редки дали не будет и вот это вот в первой части у нас было лето в общем у нас было ожидание скажем так урожая Вова Бурнас явно рассчитывал на выгодно то что он сможет выгодно продать урожай что вот зимой он будет ездить в этих лакированных санях в шубе здесь же наоборот все в доме укидали гурвица со страхом предчувствовали беду ежеминутно в тревоге ждали его приближения тревога одолевала всех вплоть до середины зимы когда из-за какой-то глупости дела еще более запутались и почти по всей округе стали носиться смутные слухи слухи зима понятно что и природа и как бы социальное окружение все ведет к тому что неизбежно ожидает разорения причем это конечно в каком-то смысле он сам виноват то есть это результат его собственного неумения вести дела но с другой стороны это как бы и нормальный ход вещей как после лета наступает зима так вот после богатства наступает разорение а его скажем ответ его реакция которая показывает нам опять же через какие-то небольшие детали показывает нам собственно его социальное положение его как бы так культурную ориентацию потом он надевал праздничную одежду и мчался на субботнюю молитву в старую синагогу садагурских хасидов здесь его место было восточной стены рядом с ним сидели все солидные люди богачи по большей части молодые они оставались на своих местах еще после молитвы поглядывали на него почтительными и по собачьим благодарными глазами и готовы были вечно за него бога молить потому что он с ними честно рассчитался и своевременно всплотился садагур садагурские хасиды отличались пышным таким стилем жизни на границе с Буковиной на границе Австрии с Россией Буковине люди которые были так или иначе вовлечены в международную торговлю то есть это такая уважаемая и очень как бы нарочито богатая община которой он видимо принадлежал по своему рождению в котором он занимал важное место и уважение которым он пользовался он пользовался было вызвано не только его происхождением и тут конечно такая ирония довольно едкая что они готовы были вечно за него бога молить потому что он рассчитался с ними потому что он вел себя честно и этой честности его и губил он платил по своим долгам а ему как мы видим уже новая скажем так буржуазия ему деньги не возвращали но вот мир или поскольку она становится центром не сразу сначала через ее отца через семью постепенно как-то фокусируется наше внимание на ней очень задумчиво и капризно была она в ту пору и слишком сурово обращалась даже с храмым студентом липкисом который за нее не поехал в этом году в университет и повсюду прихрамовый оплелся за ней а она идя рядом с ним иногда она долго забывала о его существовании когда потом вдруг взглядывала на него лицо ее приобретало такое странное удивленное выражение словно она увидала нечто необычайное и непонятное вот тебе на Донат все время шагает возле нее липкис а она думала что он уже давным-давно дома и это это такая типичная черта мир или которая будет постоянно как-то проявляться и постоянно он к этому возвращается он вообще любит всякого рода повторы повторы на уровне буквально прилагательных или каких-то атрибутов которые он добавляет к существительному и повторы на уровне тем настроений опять же показывая что все идет своим чередом и что все как бы на самом деле при всем разнообразии на самом деле все более-менее одинаково и вот эта вот особенность мира как-то вдруг чувствовать себя или видеть себя со стороны или чувствовать себя как бы вне вне своего тела вне того той ситуации той позиции в которой она находится то есть она одновременно и то что она есть и она же одновременно некое сознание которое находится за пределами ее тела вот это вот раздвоенность собственно раздвоенность самой мира является тем приемом с помощью которого Бригелсон пишет то есть это и есть вот это его замечательное умение как бы размывать фокус и мы можем видеть себя или мы можем как бы понимать что мы внутри персонажа а можем видеть как бы и извне я думаю многие люди просто переживают такое состояние когда вдруг они начинают себя ощущать как бы со стороны вот эта остраненность и есть как бы главное качество мира или которое с одной стороны позволяет ей видеть больше чем другие люди им делает ее собственно героиня но с другой стороны и в общем губит ее то есть не дает ей возможности совершать никакие поступки вернее те поступки которые она совершает она совершает как бы в каком смысле не по своей воле а именно все моменты когда она начинает видеть себя со стороны и испытывать какое-то отчуждение или даже отвращение к тому что происходит я не знаю насколько аккуратно я это описал но мне кажется что дальше мы можем увидеть какие-то более четкие детали которые показывают как это устроено вот здесь вот вдруг она видит себя со стороны видит этого липкиса с которым она все время гуляет она вообще все время гуляет по улицам с кем-то а иногда одна и вдруг оказывается что это за липкис тут и вообще где я что я тут делаю почему я именно здесь почему я именно с ним дальше вот интересная такая довольно резкая характеристика и опять мы не понимаем это характеристика автора или же это собственно мысль липкиса но ведь для этой изнеженной себе любивой девушке вообще ничего на свете не существовало кроме ее собственной избалованной душеньки липкис лифтепель начал ясно это понимать и даже потом ставил ей это в укор в бесчисленных письмах которые никогда не отправлял опять же вот этот разрыв коммуникации можно это так назвать кто кто это говорит кажется что это ну наконец он объясняет что мир это просто изнеженная себе любивая девушка оказывается что это липкис да и в общем-то может быть он с ней гуляет а дальше их отношения никак не развиваются и он ей пытается каким-то образом довести до ее сведения то что он то что он думает но на письма эти он не отправляет и вот одно из этих писем вообще писал он ей в одном из таких неотправленных писем разве в состоянии вникнуть своим эгоистическим сердцем хотя бы в положение расстроенного и подавленного горем отца которого вы взрослая девушка без стеснения вдруг принимались целовать в присутствии целой кучи посторонних людей довольно странная логика и может быть конечно отец здесь такая фигура замещения может быть он имеет ввиду как раз себя но ему неудобно об этом сказать что неужели вы своим сердцем не понимаете положение остроенного и подавленного ну скажем так меня а вот тем не менее он переносит это как бы на отца и да и непонятно в чем тут собственно что тут плохого в чем тут нарушение приличия что она вдруг этого подавленного отца принимается целовать в присутствии целой кучи посторонних людей но мы еще понимаем что Мирли любила скажем так эпатировать публику она любила в каком-то смысле создавать неудобные ситуации и через эти неудобные ситуации раскрываются характеры людей и они являются движущей силой сюжета после этих ситуаций надо принимать какие-то решения надо каким-то образом их скажем так разрешать она все время все время она провоцирует своим поведением и это тоже момент вот ее собственного как бы какой-то неуверенности в себе и того что она пытается сделать самой то есть она провоцирует прежде всего саму себя она пытается подтолкнуть себя на принятие каких-то решений на какие-то действия и потом это все опять уходит в никуда итак она по-прежнему гуляет с Липкисом здесь замечательное описание природы в глухом безмолвии цепенел холодноватый воздух первый снежок запорошил унылый городок и по зимнему пустынную околицу ни минуты не могла она теперь усидеть в родительском доме и все короткие дни напролет блуждала по окрестным занесенным снегом полям где шаги ее и Липкиса оставляли следы на снегу потом эти следы возникают снова конечно это замечательная такая метафора одиночества и какой-то застылости неподвижности странное производили они тогда впечатление в холодных просторах между мутным небом и белой от снега землей двое людей молчали и ублуждающих по раскинувшимся широким полям лишь изредка перекидываясь каким-нибудь словом все вокруг овеяно было тишиной тишиной кладбище то есть зима смерть какая-то полная неподвижность и одинокая крестьянская хатка под белой заметенной снегом крышей где-то в соседней долинке замерзший прудок в разных углах горизонта дремали побледневшие рощи глубоко ушедшие в снег отсюда казались какими-то новыми необычайными и обманывали зрение человека изредка проезжавшего на быстрых санках что за дива неужели эти дубовые рощи если бы в эту минуту погиб весь этот оцепенелый мир и я с ним заодно я бы даже не вскрикнула от испуга ну вот опять уже знакомый нам переход от какого-то объективного взгляда к субъективному то есть нам сначала довольно долго с помощью множества деталей строится некая общая картина создается некое общее настроение важны тут мне кажется вот этот мотив кладбища и крестьянская хатка то есть сознательно как бы отстранения этого пейзажа его скажем так разъевреивание потому что в классической еврейской литературе у Менделя у Шолома Малейхима пейзаж воспринимался еврейскими глазами и Менделин был большой мастер этого там березы которые молятся как бы как в талисах какие-то птицы напоминающие о Библии то есть это было очень важно как-то вписать евреев в пейзаж Бергельсон делает ровно противоположное для него важно этот пейзаж максимально отстранить от Штеттла отстранить и тем самым передать вот эту тему смерти конца мира и тема конца мира вот этого оцепенелого мира и я с ним заодно я бы не всприкнул то есть настолько уже наступает какая-то полная амнезия полное остранение от этого мира и собственно речь идет конечно о еврейском мире о мире местечек о мире такой традиционной еврейской жизни которая просто сам по себе отмирает отмирает через людей и отмирает как бы как часть пейзажа и мир или она является вот этим вот ну даже не знаю представителем или каким-то через нее мы собственно и узнаем каким образом этому миру наступает конец Гидалия Горниц тоже интересный переход собственно вот эти цитаты мне интересны тем как из какой-то темы которая достаточно подробно развивается вдруг за ней следует довольно странно к ней приделан какой-то странный переход я пытался сказать вывод но на самом деле это не вывод жена его Гитля преданный родственник кассир писали стараясь его успокоить слава богу все улаживается с кредиторами дела понемногу заканчиваются доходы от кашпировского леса значительно поднялись благодаря хорошему санному пути банк принял 3000 графов срок нового платежа мир или храни ее всевышний здорово слава богу зимние запасы пшеницы что на Терновской мельнице по-прежнему записано на имя помещика а цены на муку растутся дня на день то есть конфисковать кредиторы ничего не могут какие-то долги возвращаются как бы все хорошо и в общем уже Рэп Гедали может вернуться домой с божьей помощью сможет Рэп Гедали скоро вернуться домой поскольку он убежал за границу а связи у него там были явно что это связи через его Садогорскую хасидскую общину пока же вот это вот замечательный перевод выполняя его волю посылаем ему по почте Кузари и первую часть Абербанеля то есть вместо того чтобы заниматься делами он сидит за границей и читает средневековую испанскую литературу причем Абербанель был скажем так вождем испанского еврейского визгнания да и вот мы остановились на то как из этих самых его деловых денежных проблем вдруг возникает странным образом ассоциация с книгами Кузари Ягода Галеви и Абербанелем Дон Ицак Абербанель все это сочинение испанских еврейских мудрецов а Абербанель Дон Ицак Абербанель был вождем скажем так испанских евреев во время изгнания из Испании то есть иронически достаточно тут эта связь нам показывает каким образом Гидар Легурец вдруг себя воспринимал как-то он так себя видел таким вождем еврейского изгнания хотя убежал он от кредиторов из-за того что он не в состоянии расплатиться со своими долгами в этом конечно видна его какая-то такая полная неприспособленность к делам и какое-то осознание себя как не от мира сего что в общем конечно унаследовала его дочь то есть мы теперь понимаем лучше откуда она семью из которой она произошла и вот опять дальше Доргинсон уже как-то мне кажется немножечко перегружает то есть он явно ему нравится то что как он придумал как стиль который он придумал и он доводит до какого-то немножечко я бы сказал ну можно сказать даже абсурдного какого-то смысла так тянутся короткие серые дни и все дальше и дальше вгоняют городок в самую глубь зимы и дома и на улице все одно и то же ощущаешь такое равнодушное недовольство всем окружающим то есть как бы через дома то есть зима и дома и все скучно и домам тоже как-то дома недовольны всем окружающим а дальше что хоть возьми да останови на улице любую перезрелую надменно разряженную девицу и злей на нее свою злость и скажи ей тоннам старой врачливой бабы ну чего привереднешь чего ты все замуж не выходишь куда ни глянь на огромном пространстве стоит ветровая сила под покровом нависших серых туманов все тяжелее становятся туманы и уже расстилаются подоснеженной застывшей землей а земля с каждым днем все мутнее спряталось небо стерлась черта горизонта не видят люди неба не нужна она городку дома прикорнули тяжело словно большие звери под тяжелым облепленным снегом крышами и спят непробудным сном учудятся у домов есть уши невидимые настороженные уши вслушиваются они постоянно в великую тишину кругом веющие сюда к нам из ближних и дальних пространств вот откуда-то эта девица появляется которая нужно сказать что она врачливая баба у чего ты замуж не выходишь это все тоже как-то связано с зимой и с этими домами и с этой тоской а дома собственно мы все это видим и слышим как бы через вот эти вот дома которые как бы при этом спят то есть в общем не то чтобы они активно как-то воспринимаются воспринимают действительность но нам чудится что через эти невидимые уши они получают какие-то сигналы из ближних и дальних пространств то есть вот это вот местечко под снегом которая никак не может найти себе места не может как бы найти себе выйти замуж это конечно прямая отсылка к мир или через какую-то воображаемую ворчливую бабу но на самом деле это все это местечко все находится в центре какого-то очень сложного такого можно сказать космоса некого космического порядка с ближними и дальними пространствами то есть тут очень сложно построенные метафоры очень сложный переход как бы голоса рассказчика игра с какой-то такой полифонии при том что сознательно все это сделано как бы весь пафос снижен сознательно все это переведено на уровень какой-то тоскливой унылой повседневности где ничего не происходит постоянно повторяется этот образ снега но мы уже видели несколько раз как эти дома под снегом становятся таким важным каким-то действующим лицом именно своей полной пассивностью и тем что они спят и этим передается вот это вот сонное состояние местечка как бы в каком-то смысле его даже предсмертное состояние поскольку там было и кладбище и вот во всем этом во всем этом странном таком заброшенном месте с другой стороны которая находится в центре некого ближних и дальних пространств живет Мирли с одной стороны в общем просто вполне понятно откуда она взялась понятно кто она такая понятно все ее проблемы ее семьи а с другой стороны она нечто гораздо более значительное она некий символ конца упадка всей вот этой вот многолековой еврейской жизни которая как-то себя воображает очень значительной а на самом деле она не более как уже какой-то мираж да и чудится при малейшем самом отдаленном шорохе полей готовы они сорваться с места и помчаться туда на перегонки помчаться яростно и торопливо как эти голодные собаки которые мчатся навстречу чужому псу непрошенному гостю из трубы одного дома вали дым он не поднимается к небу а опадает к низу беспомощно свивается кольцами в воздухе и наконец разлетается по снегу опять дома дым небо как бы уже отделилось от земли и не принимает никаких подношений в виде дыма и тут вдруг появляется кучка евреев слоняющихся без дела стоит на пустой базарной площади вокруг саней привезших на продажу камыш для топки печей они подсмеиваются над заупляющимся мужиком заломившим непомерную цену и изводят его своими колкими словечками одетые по зимнему лавочнику скучающего дверей своих лавок наблюдают это издалека и с довольным видом посмеиваются а вот среди вот этого какого-то застывшего какого-то неземного пространства опять же находится группка евреев как всегда пытаются делать какие-то свои мелкие дела и совершенно не замечают того что происходит вокруг вот следующая цитата не имеет прямого отношения к вот к всем этим рассуждениям но она интересна своей такой замечательной этнографической подробностью мир ли как назло поворачивал голову к этому дому да еще изводила всякими замечаниями это новый дом бурносов нет скажи ты сам зачем понадобилось им выкрасить ставни снаружи в голубой цвет ведь это просто режет глаза и есть замечательное наблюдение Аллы Соколовой что сейчас когда евреи уезжают оставляют свои дома в местечках их покупают украинцы и они перекрашивают ставни в голубой цвет потому что это красивый такой деревенский цвет и тут ирония состоит в том что вот этот самый богач бурнос который пытался пытается выглядеть вести образ жизни помещика он даже ставни покрасил в голубой так сказать нееврейский цвет конечно если не знать этого в этой находке Аллы Соколовой то для нас это в общем довольно бессмысленное замечание собственно почему голубой цвет режет глаза что собственно плохого в том чтобы выкрасить ставни в голубой цвет но это опять же попытка этого бурноса выпендриться и выдать себя за нечто другое то есть избежать вот этой вот унылой засасывающей тоски местечка ну и еще одна интересная цитата но у мира лицо было грустно и задумчиво и каждая мысль могла показаться ей глупость это когда они опять же гуляют с Липкисом он предпочитал воздерживаться от разговоров и молча шагал рядом с нею они огибали холм поросший густым лесом переходили через низкий и очень узкий деревянный мостик под которым тихая речка замерзшая еще при первых морозах отдыхала снова погрузившись в долгую зимнюю субботнюю дрему то есть зима это еще и суббота когда все застыло а речка это как бы речка Самбатион отделяющая 10 колен царство 10 колен от нашего мира которая в субботу покоится однако для мира уже в общем суббота не суббота она вполне может и воспринимать субботу как будний день потом они поднимались и и выползали на тут какая-то ошибка на плоскую насыпь и доходили так до ровной линии рельсов с телеграфными столбами рельсы тянулись длинной черной лентой перерезавая надвое снежную белизну полей три длинных пассажирских поезда каждый день сюда из-за восточной черты горизонта стремительно проносили огромный лязг свой гу и скрывались в дальних туманах запада оставляя в тишине окрестных полей отголосок многих начатых и неоконченных горестных повестей повесть о красивой молодой женщине которая долго обманывала мужа и наконец умчалась любовником заморские края кто это у нас о ком это у нас такая повесть о повести о благочестивом и богобоязненном евреи который в пути с позволения раввина нарушил святость субботы спеша в большой и далекий город чтобы успеть склониться над телом сына и совершить обряд раздирания одежд я не знаю о чем речь идет вот эта вторая повесть о богобоязненном евреи но я думаю что первую вот выделенную жирным шрифтом ну вы должны кто-то должен угадать кто это у нас такой и при чем тут поезд и почему этот поезд вообще такой вот с одной стороны желанный с другой стороны страшный ну ладно да Анна Каренина правильно то есть Мирля если ее папа воображает себя Барбанелем Ягудой Галеви то она в каком-то смысле воображает себя Анной Карениной потом она будет упоминать Тургенева Чехов тут не упоминается но присутствует так сказать в самом стиле и поезда которые идут с востока на запад то есть из России в Европу и конечно не останавливаются на этой маленькой станции это тоже такое вот метафорическое выражение мечты но с одной стороны поезд может тебя унести куда-то в другой мир а с другой стороны поезд он же соответственно как мы знаем из истории Анны Корейной которая здесь как бы обрывается да то есть не написано что собственно чем там дело кончилось с поездом но предполагается конечно что читатель все это сразу схватывает ну и вот опять я тут для сокращения времени прочитаю просто цитату опять здесь поезд да медленно нет все надо прочитать медленно носили здесь эти неоконченные повести замирая то вблизи то вдали блуждали где-то далеко-далеко в дремлющем лесу и с тоской исчезали и потом еще глубже становилась тишина и взоры вперялись туда откуда вышел поезд и куда он умчался вперялись надолго пока где-то сбоку в тумане не взрывался снова черный дымок и не проносился замиясь новый длинный поезд то есть повесть поезд даже такая в общем мне кажется интересная аллитерация по-русски Липкис вы не находите люди в сущности уже слишком старые слишком умны чтобы еще жить на свете пожалуй пора чтобы все поскорее вымерли и вместо них народились бы новые люди эта цитата давала повод советским критикам интерпретировать этот роман в духе какого-то такого протон социалистического реализма что вот старый мир обречен на погибель а надо чтобы народился новый мир и тем самым как-то этот роман оказывался вполне в духе советской литературы но конечно в 13-м году никаких таких социалистических мыслей у Бергельсона не было но опять же еще раз еще раз он нам подчеркивает что местечко уже слишком старое слишком умное оно как бы уже насыщено жизнью оно уже все что могло оно уже придумало оно уже сделало и никакого продолжения у всего этого быть не может если мы будем пытаться продолжать и пытаться так сказать воображать себя какими-то персонажами средневековой еврейской истории то все это кончится разорением как у Гидалии Горвица дальше у нас появляется любопытный персонаж Акушерка Шац это такая новая конечно личность новый персонаж новая женщина одинокая и она из Литвы и Литва тут все время присутствует в ее описании вот традиционно навязчиво настойчиво нам все время какие-то такие атрибуты значит показывает и то что она приехала из Литвы и то что она имеет какую-то реальную специальность а при этом живет она с деревенской бабой живет она на краю местечков как бы на границе еврейской нееврейской части то есть Литваки это как бы такая граница мира вот они что-то такое приносят новое странное но явно явно чужое интересно их особенность тут я прочитаю просто то что я выделил не задевая в сущности ни словечком своей внутренней жизни должна быть от предков своих выраженцев Литвы унаследовала она это свойство такой очень интересный образ Литвака который противоположен во многом и этим привлекателен для волынских евреев собственно для мира то есть это акушерки шац это некий вариант жизни вот выучиться получить какую-то специальность и жить так сказать на отшибе жить на самостоятельно на границе еврейского нееврейского мира при этом конечно ценой этого является полностью перестать говорить о себе то есть полностью как-то свой закрыть свой внутренний мир и словами ее бабушки которая тоже приехала из Литвы вот это вот замечательное описание измученный заморский попугай изнывающий от тоски по родине вечно грезящий о далеких краях это все Литва и ее как бы как всегда у Бернилсона вот эта последняя фраза в неком рассуждении в некой ну в абзаце или в каком-то смысловом куске которая как-то все закрывает и переворачивает в общем по-другому совершенно заставляет нас думать о том что мы прочитали внучке чем меньше человек говорит о себе тем меньше говорит он о глупости то есть по сути словами этой мудрой литовской бабушки перечеркивается вообще говоря весь весь роман по крайней мере вся его вторая часть мира дальше у нас есть длинная не очень длинная но такой вот символистский рассказ герцог как я же сказал его прототипом был еврейский писатель Улинисен Гнесин рассказ о мертвом городе как он пришел в мертвый город и нашел там мертвых людей которые не чувствовали ни голода ни страха и это в каком-то смысле ну пародия мне не хочется говорить но такой ремейк известного рассказа Переца мертвый город где город описывается еврейское местечко посредством вот такого символистского приема где мертвые мешаются живыми и никто не знает мертвый он или живой мертвецы молятся ночью в синагогу однажды там как-то получилось что они там остались до утра и по сути получается что все местечко между жизнью и смертью находится в этом есть момент конечно важной социальной критики но есть и какое-то ощущение вот такой вот вне существования еврейской жизни а Герц который по-видимому этот рассказ написал на еврите он пришел поздно в этот город и дальше тут я пропускаю но он себя видит как страж мертвого города то есть вот эта еврейская литература особенно литература на мертвом языке это просто по сути охрана по сути вот сохранение как бы умершей культуры то есть конечно в этом виден и видны критические отношения Бергисона к сионизму к попыткам возрождения еврита при том что еврит он прекрасно знал но еврит это язык мертвый язык мертвой культуры на котором можно только как бы сохранять то что сохранять память о том чего уже нет это еще один вариант но хотя мир или еврей это по-видимому не знает и непонятно рассказ он ей пересказал еще один вариант скажем так будущего да можно выучить какую-то специальность и жить на границе еврейского нееврейского мира можно полностью себя отдать сохранение памяти об этой ушедшей культуре которая никакой симпатии в том виде по крайней мере каком она ее видит в виде местечка никакой симпатии она у нее не вызывает и наоборот вызывает она у нее полное отвращение там у нас вот есть еще один интересный момент сейчас я его может быть просто перескажу когда она гуляет когда она гуляет с герцем и он ей показывает гору в освещении заходящего солнца и говорит вот это вот замечательный субботний такой пейзаж а она там ничего не видит кроме мужика который пашет землю то есть попытка представить себе пейзаж в каком-то романтическом символическом виде как некое пространство населенное евреями каким-то образом одухотворенное для нее все это не существует ну вот и тут тоже как бы суббота тревога сосет сердце запоздало у путников субботний вечер когда тащит святые сумерки по глубокой грязи проселочной дороге тащится шаг за шагом и думает там в ярко освещенной синагоге его городка уже молится раскачиваясь прихожане с праздничными сияющими лицами традиционно переносящая нас в другое пространство и время из этого как бы брендного мира в некий мир духовный а с другой стороны тащится он по грязной проселочной дороге в святые сумерки опять-таки этот контраст он очень навязчивый у нас или тут в ярко пурпурно высокий край неба гигантская труба сахарного завода торжественного слицательным знаком вонзалась в этот пурпур то есть с одной стороны какая-то возвышенная красивая такая романтическая духовность с другой стороны сахарный завод такая повседневность ну вот и тут вот она встречая видит Ред Гедали который вернулся у него видимо астма и он с помощью такой машинки дышит чтобы ему как-то вернуть свое дыхание и вот ей так его становится жалко что собственно она подошла на ближе вся охваченная к отцу примортившемуся в беспомощного ребенка что стало с ним и он не понимает почему это все с ним случилось чем он провинился он немного успокоился тогда служанка вернулась домой зажгла лампы в кабинете в столовой тогда Мирли вышла в столовую и встретив там кассира подошла к нему и сказала прямо в глаза как вы думаете если телеграфировать сейчас за Единовским могла бы помолвка состояться в ближайшую субботу то есть Мирли импульсивно как все что она делает решает что чтобы спасти отца от банкротства она выходит замуж за вот этого за Единовского значит за тоже в общем мало симпатичного персонажа но из другой семьи семьи более богатой из семьи которая живет уже тоже на границе но она живет на границе местечка Киева в следующей части к которой мы сейчас перейдем она так сказать там уже дело происходит в Киеве но тут у нас осталось на это совсем мало времени и опять же Берлисон так сказать описывается вся эта ситуация вот все рады как бы освещенные комнаты все меняется она выходит замуж дела поправляются и было в те дни Мордехай сидела в воротцарских то есть речь идет дело происходит в Пурим и опять же Мирли играет в каком-то смысле роль царицы Эстер она спасает своего отца она спасает своего отца тем что она выходит замуж за вот этого вот какого-то такого придуманного персонажа то есть постоянная ирония когда какие-то темы какие-то мотивы из традиционной еврейской культуры снижаются и обыгрываются в ситуации местечка ну совсем а да вот это вот то что я сказал немножко раньше когда она гуляет с Герцем и когда Герц лицо Герца было облито заревом заходящего солнца и он весь казался золотым увидев Мирли он подошел к ней гляньте настоящее субботнее небо даже слепые поля на горке вон там тоже какие-то праздничные то есть у него такой романтический взгляд на эту природу Мирли машинально взглянула на горку и не заметила ничего кроме фигуры усталого мужика который теперь к ночи вздумался взяться за плу ровная вспаханная полоса земли тянулась по всему склонно зеленой горке и опоясывала ее как будто широкой черной лентой Мирли было не в намек шутит Герц или говорит серьезно молча глядела она на него удивленными слегка испуганными глазами не пойму что ему от меня надо этому оригиналу никак его не раскусишь а его глаза заулыбались еще насмешливее Лукао поглядел на нее и вдруг спросил будто шутки ради но по-вашему что такое евреи задумывались ли вы когда-нибудь над этим действительно этот вопрос в каком-то смысле остается открытым этот вопрос который Руслан предлагает на котором задумываются и читатели что такое евреи это такой богоизбранный духовный народ со своей какой-то глубокой традицией со своими представлениями которые в состоянии преобразовать ми или же это вот такие мелкие трегаши полностью занятые своими делами и в общем пошлые и в каком-то смысле обреченные на люди без будущего но вот я думаю что тут нам уже примерно надо остановиться я скажу два слова у меня много еще цитат о том как собственно что произошло в Киеве то он меняется потому что здесь уже у нас конец начинается в середине романа то есть нам сразу говорят третья часть начала конца последняя часть вообще конец роман называется после всего когда все кончилось то есть здесь тема конца она присутствует как бы с самого начала все перевернуто ее отношения с шмуликом с ее мужем сначала она как бы берет слово с него слово что они не будут жить как муж с женой потом конечно ничего этого не получается она с ним хочет развестись оказывается что она беременная она делает аборт возвращается в свое местечко и исчезает вот такая последовательность опять же которая идет против всех романтических ожиданий да все эти моменты все эти как бы эпизоды им в общем-то нет места в таком классическом романе то есть Мирнельсон постоянно нарушает конвенции и для того чтобы показать какую-то бессмысленность и обреченность этой самой еврейской жизни Мирли была очень таким привлекательным персонажем причем даже в советское время я уже кончаю когда этот роман вышел в 40-м году то Лидия Лебединская писательница не еврейка писала что совершенно в воспоминаниях как их поразил выход этого романа как-то вот вдруг из серебряного века что-то такое издали неожиданное совершенно и Мирли стало в каком смысле какую-то такую модель образцом для многих девушек есть воспоминания одной ученицы еврейской школы в городе Любарь Советская которая кончила школу прямо накануне войны и она писала сочинения и Мирли и вообще Мирли была ее такой любимой героиней то есть привлекательность конечно она действительно очень привлекательна но у Бергельсона как бы вот эта вот идея ее привлекательности ее замечательного такого вот умения видеть все изнутри и извне это все способ показать и полную обреченность и такую какую-то мрачную бессмысленность существования местечка при том что никаких скажем так условно объективных факторов экономических к этому нет но это вот привлекательно или нет это уже так сказать дело вкуса и интересно что на самом деле для людей того времени она была она была действительно очень привлекательна но вот видите какая у вас да какая у вас реакция не понравилась она вам может кому-то понравилась нет а да вот ужасный ну ужасный я бы ее не назвал на самом деле конечно но роман хотя бы вам понравился мне кажется ну роман то замечательный вот ну а Мерли конечно так по жизни наверное не очень симпатичный персонаж но мне кажется в художественном плане в художественном смысле она сделана вот печально прекрасно ну вот наконец да ну конечно тягостно читать в этом и в этом и идея в этом и как бы его что называется хидур что называется ну или знаю этого романа потому что привыкли читать Мендели привыкли читать Шолом Алейхима что-то такое веселое пусть и грустное но это не Теви Молочник правда то есть интересно сравнить как бы с Теви Молочником примерно то же самое время но у Теви все написано как бы с точки зрения отца такого вот серьезного еврейского мужчины а здесь как бы мы переходим на позицию его дочери ну в каком-то смысле да то есть другого поколения другого пола и вот да да но разбудить ее невозможно да да правильно действительно она женщина представление мужчины и где еще встречается тема разложения еврейской жизни смеси живого ну у Переца это все заимствовано прямо у Переца если во-первых мертвый город собственно сам по себе рассказ где-то это что-то а во-вторых его пьеса Ночь на старом рынке Ночь на старом рынке это пьеса которая вся об этом где живые люди во сне в неком таком коллективном сне встречаются с мертвецами причем мертвецы там двух порядков есть такие недавно умершие которые стремятся как-то участвовать еще в жизни живых как-то на нее влиять и есть совсем мертвые мертвецы вот и все это происходит Ночь это потрясающая совершенно пьеса вообще Перец ждет еще своего скажем так открытия перевода потому что никаких новых переводов нет конечно переводы такие нужны Йордин да тема это в общем вся произведение Бергельсон кого лучше почитать про Переца я боюсь что по-русски никого нет но по-английски есть неплохой сборник называется Перец Ридер вот есть книга Рут Вайс о Переца она немножечко такая политизированная он таким неоконсерватором там выходит у Дэвида Роскиса есть очень неплохая глава про Переца в его книжке Bridge of Longing но есть кое-что еще но в общем как мне кажется про Переца еще как бы вот так по-серьезному никто не написал но в общем-то и не про кого кроме Менделя не про кого из классиков так вот всерьез не написано вот да у Бергельсона тема получается конечно до Первой мировой войны вот это вот и неоконченный его роман Йосиф Шор где дело происходит в Киеве тут я к сожалению мне не хватило времени поговорить о Киеве у него прекрасно там показан Киев тоже как бы совсем не так как у Шолом Алейхима вот эта семья Зайдановских живет на границе она живет примерно в Демеевке и вот Мирель ездит на трамвае в город и этот город ее совершенно очаровывает огнями то есть Мирель все время она как бы попадается на какие-то художественные образы и пытается себя вообразить кем-то то Царица Эстер то Анны Карениной потом там еще другие персонажи возникают и все это ее как бы и губит вот так что ну в следующий раз у нас будет соответственно Демнистер Мишпоха Машбер семья Машбер еще какие-нибудь вопросы есть кстати сейчас в январе да да последнее наверное последнее воскресенье января давайте так сделаем ну вот ну хорошо тогда если последние какие-то еще есть замечания нет нет текст я думаю поможет найти я думаю что он есть в сети мне кажется семья Машбер мне кажется я улицу оставил на следующий через нет мне кажется Машбер лучше а вы смотрели программу да ну в общем нет я просто не подумал нет давайте Машбер сделаем или улицу вообще знаете что нет давайте сделаем улицу извините такую путаницу давайте следовать программе так что давайте улицу она 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 хронологически как-то к этому ближе вот о Бергельсоне можно много говорить сейчас только что по-английски вышел его роман Медас ладно спасибо вам всем до свидания мэр 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 Продолжение следует...